Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приступаем к обсуждению недельного раздела ТЦВ, но, как в том старом школьном анекдоте, я хочу истратить пять минут для того, чтобы… Что тут? Так, сейчас есть изображение на экране? Твое изображение. Мое, так, минутку, демонстрация. Есть, есть. А, вот, демонстрация экрана. Он не про свое говорит изображение. Я не про свое говорю. Значит, пять минут на предыдущую главу Трума. Дело в том, что в прошлый раз, значит, я так что-то рассказывал про Труму, много чего интересного было. А потом в конце один из слушателей сказал, типа, что есть совершенно другая информация, что вот на сайте толдотру сказано, что дерево шитим – это кедр. Ну, я не смог ему ответить, что называется, в прямом эфире, но я позанимался этой темой в течение недели. Так вот, цитаты из Торы, да, вот этот самый перег, раздел Трума, пятый пасук, издание Санчина. «И шкуры бараньи, охрашенные в красный цвет, и шкуры тахаши, и стволы акации». То есть Санчина переводит просто однозначно, что это акация. Ну, хорошо. Дальше он пишет в комментарии, что буквально, конечно, дерево шитим, но арабы называют акацию шитим. Эти деревья можно встретить в разных районах Синайского полуострова, за исключением северной его части. То есть вот эта пустынная акация как раз растет в тех местах, где мы ходили и где строили мешкан. Другое издание «Швутами», «Бараньи шкуры, окрашенные красным, и шкуры тахаши, и дерево шитим». Комментарий Рава Гирши. Вот это интересно. Дерево шитим, это дерево вообще символизирует там что-то, и это кедр. Одной из десяти разновидностей которого является разновидность шита. Ну, во множественном числе шитим. Значит, символизирует рост, величие, силу и так далее. Очень интересно. Ну, я проконсультировался с ботаниками, и вот насчет десяти разновидностей кедра, они сказали, что это некая фантазия толкователей Танаха. Значит, перевод Фрима Гурфинки и комментарий Раши. И кожа бараньи красненая, и кожа тахашевая, и дерево шитим. Комментарий Раши. Он для начала не про дерево шитим, а он говорит, откуда взяли они это в пустыне деревья. Ну, и там объяснение Раби Танхума. Раби Танхума – это один из мудрецов эпохи Мишна и Талмуда. То есть он не участник исхода из Египта, совсем нет. И вот он говорит, что пророчески предвидел, что надо будет возводить скинью. Он доставил кедры в Мицраем и посадил их, и повелел своим сыновьям взять с собой происходя из Мицраема. То есть это не комментарий Раши про кедры, это комментарий Раби Танхума. Наконец, перевод Иосифона. Там комментариев нет, там сказано и кожа барани красненая, кожа тахашевая и дерева шитим. И взял я книгу, называется «Микроот гдалот». Это такая, в общем, энциклопедия по Торе, где написано буквально про все в подробностях. И там есть фотография, и сказано чисто конкретно, шитим, пустынная акация, и есть для нее фотография. Простите, не смог ее, не успел сканировать. Вопрос. Откуда Раша взял кедры? Точнее, откуда Раби Танхума взял кедры? Ответ. Вы знаете, что Машера Бейну ходил в Штраймле, то есть в такой шапке, отороченной мехом. Не знаете? Доказываю. Значит, доказательство такое, методом пил-пул. Сказано в Торе, глава Ницавим, и пошел Маше. Простите, но как такой великий человек мог пойти, не одев Штрайм? Понятно, да? Вот, то есть доказательство 100%. Так вот, насчет кедров. Откуда они взялись у Раби Танхума? Очень просто. Мы знаем, и это в книге написано, ну, не в Торе, в следующем разделе, что когда царь Шломо строил храм, да, уже нормальный каменный иерусалимский храм, то для деревянных частей использовались кедры, как дерево дорогое, прочное, красивое, вообще символ великолепия, там роста и чего хотите. И ради того, чтобы эти кедры использовались для строительства храма в Иерусалиме, царь Шломо собрал 40 тысяч лесорубов, и они работали посменно. 10 тысяч на севере, в Ливане, у нас своих кедров нет, кедры в царстве царя Херама, на территории нынешнего Ливана. Значит, вот 10 тысяч лесорубов работали в Ливане, рубили кедры, 30 тысяч отдыхало у себя дома, занимались домашним хозяйством. Через месяц они менялись. То есть, таким образом осуществлялась заготовка кедров, там их в Ливане срубивши вытаскивали на берег моря, связывали в плоты, сплавляли куда-то в район Яфа и заносили, завозили в Иерусалим. То есть, то, что использовались кедры для строительства храма, это написано в книге, это мы не спорим и не обсуждаем. Так вот, дальше простой поворот, как со Штраймлом Маше. Ну, если кедры – это великолепие, красота, дорогое, замечательное дерево, то, конечно, сооружая мешкан, мы не могли не использовать кедры, а поэтому, ничтожа сумяшеся, пишут, что Шитим – это разновидность кедра, для того, чтобы вот так вот это совпало. Но на самом деле, по большинству мнений комментаторов, я просто привел несколько, есть еще и другие, есть комментарии очень подробные, Раби Штайнзальца, и много есть людей, которые на это давали комментарии. Шитим – это пустынная акация. И единственное, что мы можем сомневаться так туда-сюда, что этих акаций существует так примерно 15 видов. Ботаники не дадут соврать. И вот какой из видов этой акации воспринимался как Шитим в те раньше времена – это Шиэла. Ну, хорошо. Можно я добавлю? Да, конечно, конечно, не хаман. Откуда взялся кедр? В трактате Росшишана есть очень странное такое место, где перечисляется семь, по-моему, видов кедров. И туда входит и маслина, и акация, и все что угодно. То есть предполагается, что… То есть там он говорит, что кедром, в принципе, называют, вообще говоря, дерево. Такое бывает. И может быть, именно оттуда вот так комментируют и Росшиш. Ну, это кедр. Какое это дерево? Какое это дерево, называемое кедром? Да, называемое кедром. То есть это действительно… Надо посмотреть еще раз. Это я, Росшана, мы учили, я учила уже несколько месяцев назад. Надо посмотреть, что там пишет Штензак, что там пишет Раши на это место. Но, может быть, вот оттуда оно и произошло. Это вот представление, то, что объяснение Штензак – это тоже кедр, дерево какое-то. Нет никаких возражений. По крайней мере, вот идея, что Мишкан все-таки строили из более близкого дерева акации, они очень далекого кедра. Это сомнение у нас пока не вызывает. Это вроде как арукари называют елочкой, понимаешь? Ну, да. Да. А также синтетическое изделие тоже называют елочкой. То. Значит, теперь переходим все-таки к теме ТЦВ. И, значит, я, как всегда, пользуюсь вот этой вот белой книгой «Тарамицион», но сегодня я буду пользоваться еще одной книгой, которую всем рекомендую. Это вот такая вот книга, автор Пинхас Полонский. Называется «Библейская динамика». И у меня в руках часть шестая, которая как раз рассказывает о второй части книги «Шмот». Разделы ТЦВ и Трума и дальше там «Ваякельб» куда. Значит, на эту книгу я буду опираться. Теперь включаем демонстрацию. Итак, речь идет о книге «Шмот». И условно эту книгу «Шмот» можно разделить на три больших части. Да, вот там 11, простите, 10 периков, ой, 10 недельных разделов. 10 недельных разделов. И их можно разделить на три крупных. Почему я сказал 10? 10, их все-таки 11. 11. На три крупных куска. Первая часть – это исходы из Египта и рождения народа. Мы это уже обсуждали. Это недельные разделы «Шмот», «Ваяра», «Боя», «Бешала». Вторая часть – это заключение завета. Недельные разделы «Итрое», «Мешпатим». И третья часть – это строительство «Мешкана» и пребывание «Шхены» среди народа Израиля. Это разделы «Трума», «Тецаве», «Китеса», «Ваякель» и «Бкудей». Мы обсуждали раздел «Трума» в прошлый раз. Сейчас мы стоим на «Тецаве». Чисто схематически в двух словах можно сказать, что разделы «Трума» и «Тецаве» – это инструкция по строению храма, по строению «Мешкана». То есть это Всевышний обращается к Маше на горе Синай. В это время Маше находится там, наверху, и слушает указания о строительстве «Мешкана», что делать и как. И это два раздела. Наш сегодняшний «Тецаве» и то, что мы говорили в прошлом году, вот с этими деревьями «Шитим», раздел «Трума». Следующий раздел после «Тецаве» – это будет раздел «Китеса», где произойдет некий кризис в еврейском народе, и будет сделан золотой теленок, так сказать. Об этом разговор через неделю. И потом будут еще два раздела «Ваякель» и «Бкудей». Если «Трума» и «Тецаве» – это указания Всевышнего, то «Ваякель» и «Бкудей» – это строительство. Причем раздел «Ваякель» – это строительство «Мешкана» первого типа с элементами «Мешкана-2». То есть это некий синтез двух вариантов, изложенных в «Труме» и «Тецаве». А раздел «Ткудей» – это «Мешкан-2», но с элементами «Мешкана-1». Что это такое «Мешкан-1», «Мешкан-2»? Мы прекрасно знаем, все-таки «Тору» прочитали, что «Мешкан» был один, его построили у Синая, и так вот несли с собой по пустыне, и дальше он служил долгие годы в нашей стране. Так вот, «Мешкан-1», но к нему есть два подхода, два аспекта. Значит, в разделе «Трума» излагается взгляд Маше на то, каким должен быть «Мешкан». Да, конечно, все это слова Всевышнего, но это подход Маше. В двух словах, согласно Маше, «Мешкан» – это храм откровения, откровения Всевышнего. То есть, вот мы стояли у горы Синай, и было общенациональное откровение, Всевышний нам открылся. Голос Шафара сильный очень, и оттуда, с вершины горы Синай, мы услышали о Сараде Брод. Десять речений, десять заповедей. А «Мешкан», он продолжает это откровение, но уже не там, на горе Синай, а здесь, в среде лагеря Израиля. И «Мешкан» будет перемещаться по пустыне, и это откровение будет с нами. И «Мешкан» будет стоять в земле Израиля, и это откровение будет с нами. Вот идея Маше. В чем особенности взгляда Маше на «Мешкан»? Особенность номер один. Главный принцип, на котором стоит Маше, что все люди изначально чистые и хорошие. Вот это базисная вера в то, что человек чистый и хороший. И если ему разъяснить некие цели, некие принципы, то он всей душой, всем желанием будет работать на реализацию этих принципов. И поэтому, во-первых, все приношения в разделе трума абсолютно добровольны. Помните, мы это обсуждали. Вот добровольно люди принесли, причем не обы что, а принесли золото, серебро, медь, которая по тем временам тоже очень дорогой, металл. И прочее, прочее, прочее. Второе. Нет никаких особо уполномоченных. При создании Мешкана в стиле Маше, то, что описано в разделе трума, Коэнов, потомков Аарона, на работе в Мешкане нет. Приходит человек, простой еврей, он исходно чист, он безгрешен, он идет с открытым сердцем, он хочет услышать откровение, он хочет приблизиться к Всевышнему. Он приводит свою овечку, и он ее может принести на жертвеннике. Значит, он входит во двор, он может на жертвеннике принести свою овечку, дальше он заходит, собственно, вот в шатер. И там, с левой стороны, как он входит с востока, то с левой стороны стоит минора, которая дает освещение. С правой стороны стоит стол для хлебов предложения. Так сказать, минора символизирует мудрость и свет, да, хлеба символизирует экономический успех, благополучие. И пройдя между этими двумя предметами, человек оказывается у завесы кодыш-кадашин, а там ковчег, а там крувы, а из промежутка между крувами раздается голос Всевышнего. И это доступно, в принципе, каждому. Это идея Маше. Напротив, раздел ТЦВ – это взгляд Аарона на ту же самую проблему. И согласно Аарону, Мишкан – это в первую очередь храм искупления. Принцип. Люди изначально не вполне чисты. Знаете, знаменитая картина художника Поленова. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень». Вот это такой принцип, что изначально у каждого есть какая-то червоточинка, какие-то проблемы, что-то не так сделал там. Ну, мало ли, не будем углубляться. И поэтому людей надо очистить. Это очищение достигается несколькими способами. Значит, вот прежде чем они услышат откровение, они прикоснутся к откровению, значит, первое – появляются обязательные приношения. И если у человека в душе есть какие-то проблемы, то никто не гарантирует, что даже понимая, что для чего делается, человек сам по доброй воле даст все, что нужно. Поэтому глава ТЦВ начинается так. «Прикажи!» ТЦВ – это повелительное наклонение. «Прикажи!» И принесут тебе там масло, оливковое для миноры и так далее, и так далее. То есть какие-то приношения приходят в мешкан по приказу. Вот велено собрать по полшекеля с человека ежегодно? Хочу я или не хочу, может быть, я бы эти полшекеля лучше бы истратил там на вино или шейхар, там мало ли. Вот нет, полшекеля будь добр сдать в мешкан. Значит, появляются обязательные приношения. Выделяются особо уполномоченные. То есть коэны – это люди, потомки Аарона, Аарониды, да, то есть Аарон, его сыновья и так дальше пошло. Так вот, коэны – это люди, предназначенные для работы в мешкане. Их чистота, их вот открытые мысли и сердце, направленное на служение Всевышнему, оно тоже не просто так возникает. Не потому, что вот они потомки Аарона и уже все хорошо, вовсе нет. Есть масса специальных правил, которым должны следовать коэны. Причем правила, конечно, наши мудрецы их объясняют, почему это, почему это. Об этом будет говорить Нихама в своем выступлении. Но, прости, если я сказал что-то не так, но главное, что это некий особый… Вроде бы я об этом как раз не собиралась. А, не собиралась. Неважно, все. Собиралась или не собиралась? Нет, это я не собиралась. Не собиралась. Ну, когда дойдет на меня дело, то обговорим, о чем я собираюсь. Тогда поговорим. Ладно, все, не буду кивать на Нихаму, простите. Вот. Так вот, только коэны могут войти внутрь мешканых. Максимум, на что может рассчитывать простой еврей, вот, если, дай Бог, скоро в наши дни построить Иерусалимский храм, и я в нужный момент приду туда с овечкой, которую куплю рядом на рынке, потому что я не пастух, у меня своих овечек нет, но можно будет купить овечку и с ней прийти в храм. Так вот, максимум, на что я могу рассчитывать, это когда коэн возьмет у меня овечку, зарежет ее, разделает правильным образом, положит на жертвенник и будет сжигать там всю или частично. Вот я могу стоять рядом и смотреть, как в огне сгорает моя овечка. Это максимальная степень допуска простого человека. Можно я поправлю немного? Имеешь право зарезать его? Зарезать имеешь право? Шхетан к шерабеза. Нет, но жертву-то я приблизить не могу, Карбан. Не, не, не можешь, но зарезать можно. Ну, зарезать, да, а дальше коэн будет работать. А дальше коэн забрать. Внутрь храма, вот внутрь, туда, где за завесой, сейчас я покажу картинку, не пустят меня однозначно, туда заходят только коэн. А совсем далеко, там, где находится ковчег, туда заходит только главный коэн, коэн Агадоль. Вот. И никто другой. Там есть масса всяких сложностей. Значит, как коэны готовятся к работе, как они учатся, как они очищаются. В общем, там есть целая наука. Мы сейчас об этом говорить не будем. Я хочу только сконцентрировать внимание на одном. Есть особо уполномоченные люди, которые работают мешками. Простые люди могут постоять, посмотреть снаружи. Простые люди могут и должны, их обязали, приносить те или иные обязательные приношения. Не более чем. Дальше работа коэн. Так вот, предметы, которые не были описаны в разделе трума и возникают только в разделе ТЦВ. Это предметы, предназначенные для очищения и искупления. И самый очевидный предмет – это умывальник медный и подножие его медное. Значит, этот умывальник, из которого умываются коэны, приступая к службе в мешкане, он появляется в разделе ТЦВ. Очевидный предмет очищения. А внутри первого зала мешкана, там, где слева минора, справа стол для хлебов предложения, там посередине появляется еще один предмет. Золотой жертвенник, на котором делается кторот, воскурение благовоний. И это воскурение предназначено, опять же, для искупления чего-то. У нас сейчас не рассказ о всех тонкостях службы в мешкане. Мы только пытаемся установить некоторые принципы, а дальше есть замечательная книга «Шмот», замечательная книга «Ваекра» и всех интересующихся туда отправляем. Значит, когда речь идет о синтезе вот этого «Ваякэль» и «Пкудэй», то появляются некоторые элементы, которых не было ни в труме, ни в ТЦВ, ни во взгляде Маше, ни во взгляде Аарона. Например, веревки и медные колья, на которых растягивают мешкан, сам шатер, и на которых растягивают завесы двора. То есть двор мешкана, забор вокруг двора – это такая полотня, полоса полотна специального, на столбах натянутая, веревками растянутая. То есть типичный такой туристский походно-полевой вариант оборудования. Значит, сейчас я покажу вам, о чем идет речь. Так, значит, вот вид на реконструкцию мешкана, что называется, мешкан в сборе. Значит, смотрите, вот двор с его веревками и кольями, видите, как красиво все растянуто, и эта полотняная завеса вполне хорошо окружает двор. Вот в этот двор могут войти простые евреи, не коины, не левиты, а просто я пришел со своей овечкой, значит, вот эту завесу отдергивают, я прохожу. И вот этот вот квадратной формы, облицованный медью, жертвенник, на нем сжигаются животные. Значит, этот жертвенник, он, так сказать, описан еще в предыдущем разделе. И вот пандус слева, по которому надо подниматься на жертвенник, уступ, по которому его можно обойти вокруг на определенной высоте над землей. Значит, дальше между жертвенником и самим шатром находится вот этот вот круглый медный умывальник, из которого умываются коины, приступая к службе. И они должны умыть руки и ноги. В память об этом мы сейчас делаем, не тела отъедаем, умываем руки перед едой и после сна и в ряде других случаев. Значит, это вид мешка. Да, но теперь мы вошли в шатер. Значит, стороны света сверху север, снизу юг, слева запад, справа восток. Мы заходим с восточной стороны. Вот здесь на трех столбах плюс углы стен натянут занавес, который отгораживает внутренность мешка. Вот этот занавес такой очень красивый, тканый, парчевый. Вот он виден за столбами. Так, дальше мы входим в большое помещение мешкана и видим вот слева минора, характерная форма, справа стол для хлебов предложения. Очень такой необычной формы хлеба стояли двумя, как бы, ну, этажерками, что ли. Шесть слева, шесть справа. Вот две этажерки по шесть хлебов были на этом столе. И вот он, золотой жертвенник, на котором воскуривались воскурения. Вот сюда могли заходить коины, смена которых работала в мешкане. Все коины могли сюда заходить. Один из коинов менял хлеба на столе, их надо было каждую неделю возобновлять. Другой ежедневно чистил светильники миноры, заправлял их маслом, зажигал, обеспечивал свет. Кто-то делал воскурение на золотом жертвеннике. Значит, почему я его называю золотым? Он был тоже сделан из дерева шетин, но он снаружи был облицован золотом. Если вот тот большой жертвенник, который стоял во дворе, снаружи был облицован медью, то этот внутренне облицован золотом. Потом следующая завеса, порохот, и за ней помещение кодыш-кадашин, в котором находится ковчег завета, арона-кодыш, вот написано на иврите, шкаф выделенности, и внутри лежат скрижали вторые, обломки скрижали первых, кувшин с маном, первый свиток Торы, написанный Маше под диктовку Всевышнего, а сверху вот эти два круга, которые так крыльями друг к другу, и из промежутка между кругами Всевышний обращался к народу. Значит, вот конструкция мешкана внутри. Значит, здесь вот этот самый золотой жертвенник появляется только в нашей нынешней главе, в главе ТЦАВ, это подход Аарона. Тоф, идем дальше. Я сейчас картинку уберу, есть ли вопросы по этой картинке? Вопросы у меня, значит, я его уберу. Так, и включаем снова храм Маше. Так, значит, я хочу обратить ваше внимание, что в нашей истории был достаточно небольшой, ну так, чуть больше ста лет, период, когда весь народ Израиля жил в рамках одного государства. Ну, для начала, конечно, путешествия по пустыне, 40 лет, мы были единый народ, и даже там Тора своими оборотами все время говорит, и народ Израиля сказал, да, значит, все как один человек сказали, на Севене Шма, сделаем и будем понимать. Это было, конечно, высочайшее единство, до которого нам сегодня еще далеко. Но когда мы уже пришли в нашу землю, то начался период судей, когда, по сути, каждое колено было достаточно автономно, и какое-то объединение колен происходило только для отражения внешней угрозы. А, собственно, время, когда мы стали единым государством и жили в одной стране, это объединенное царство, три царя, царь Шаул, царь Давид и царь Шмомо. Да, после смерти царя Шмомо произошел раздел на Северное царство, Южное царство и, в общем, дальше Балаган. Так вот, главная задача, которую ставил себе царь Шаул в своем правлении, это обеспечить нашу независимость и безопасность. Потому что перед Шаулом, в период судей, это были постоянные непрерывные войны с Плештимом. И если посмотреть соответствующие части Танаха, вы увидите, что там и пришли Плештим, и встал какой-то вот лидер, военный вождь, и побил Плештим. Ох, слава богу! И отдыхали спокойно 30 лет. А потом снова пришли Плештим, и снова была война, в общем. И вот этот вот такой непрерывный Балаган, он шел, по сути дела, до конца периода судей. И царь Шаул, ставший первым царем объединенного царства, ставил свою главную задачу – добиться независимости и безопасности. И в это время, по сути дела, храм особо не нужен. Ни храм искупления, ни храм откровения. Стоял ковчег там, где он стоял. Приносились жертвы так, как они приносились. Но строительством храма люди не занимались. Потом приходит царь Давид. В принципе, страна уже объединена. В принципе, безопасность в определенной степени уже достигнута. И главная задача, которую поставил царь Давид в своем царстве – это национальное и религиозное возрождение. Мы снова должны стать единым монотеистическим народом. И, вероятно, мы не можем этого так прямо сказать, кто из нас жил во времена царя Давида. Никто не жил. И, так сказать, описания этого дела всякие разные бывают. Но, вероятно, можно предположить, что и эта эпоха не была удачной для строительства храма. И Давид только приготовил место для храма на горе моря, купил соответствующий участок, собрал материалы и завещал своему сыну Шломо построить храм. А вот задача царства Шломо – это было распространение монотеизма в мире. И для этого нужен был храм. Кровение. Для того, чтобы голос Всевышнего через еврейский народ мог достигать самых дальних краев Айкумена. И царь Шломо построил храм. И этот храм выполнял свою роль долгое время. Значит, завершая свое выступление, я хочу вам предложить в качестве домашнего задания информацию к размышлению. Первая. Это пропал линия. Добрый день. Итак, глава ТЦОБ. И поскольку в наших занятиях есть разные голоса, 70, 30 и так далее, я хочу подчеркнуть, что я очень уважаю точку зрения Рава Шерки, которую огласил Юрий Лениц, доктор Юрий Лениц, о том, что Тара представляет нам два взгляда на храм, как на храм Арона и храм Моисея, как на храм Откровения и как храм Наступления. Тем не менее, я буду рассматривать немножко другой средств. Я только поднесло, а потом ты продолжишь говорить. Немножко ближе к тексту и немножко в другом аспекте. Хотя тут тоже будут проявляться различия в функциях Хуэнов и в функциях храма. Но эти различия, они обусловлены будут подходом различных книг к этому вопросу. Остановлюсь. И Юрий, продолжай. Не-не. Не-не, ты хотел домашнее задание сказать. Мы это все пропустили. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Я его вывел на экран. Ой, так, секунду. Сейчас, секунду. Не тот. Где она? К вопросу решить. Вот оно. Простите. Вот оно, домашнее задание. Информация для самостоятельного размышления. Поиск в Торе других мест двойного описания. Ну, это даже не докторат. Это эндиклопедию надо писать. Да нет. Ну, просто если человек увидит и попробует понять. Это очень важно. И главное, нужно искать ответы. Потому что этими вопросами занимаются очень плотные очень многие люди. В частности, я буду заниматься этим тоже, но совершенно с другой точки зрения. Мне кажется, это про дуализм иудаизма и христианства. На что они смотрят с разных сторон. Дуализм хасидов и метнадидов. На что они смотрят с разных сторон. Дуализм Израиля и диаспоры. Сегодняшний, современный, наш. На что люди смотрят с разных сторон. Все, я закончил. Извини, пожалуйста. Небольшая поправка. В главе ТЦВ не сказано. Но Валеньке это следующая глава ТЦВ. Ой. Неужели очепатка вышла? Извините. Нехама права. Во всех расхождениях... Да, права. Поехал. Во всех расхождениях права Нехама. Нет. Это неправда. Не дай бог. Это было очень ужасно. Итак, начнем тогда тот разбор небольшой, который я хотела сегодня посвятить. И я отмечу, что на самом деле с этим глубоким рассмотрением предыдущей главы Трума все-таки это все построено на различии первых фраз. Двух разделов, в одном случае было принесите Труму, все это добровольно, все это прекрасно, а во втором случае прикажите. А в основном предыдущий раздел Трума, он целиком посвящен устройству скини. Какие там должны быть стены, какие должны быть перегородки, какие должны быть подставки и прочие-прочие всякие утварь скини, как и с чего они делаются. И фактически весь раздел Трума, он этим занимается от начала до конца. И наш раздел начинается, в принципе, он начинается с того зажигания свечи, миноры. И есть вопрос, почему, собственно, это не отнесен к предыдущему разделу. А далее в основном он занят тем, как должны одеваться пленки, каково должно быть их облачение. И кроме этого есть еще несколько вещей. И вот начинается, как я уже сказала, с зажигания миноры. И еще в нашем разделе есть несколько вещей, помимо облачения каэнов. И это некоторые обязательные вещи, которые каэны совершают, должны совершаться в праве, скажем так. И это, во-первых, упомянутые зажигания миноры. Во-вторых, после описания одев пленок и как они должны, каким образом в муше повелевается это сделать, описывается принесение постоянной жертвы всесожжения, называется тумит на нашем еврейском языке. И после этого еще описывается воскурение на том жертвеннике, о котором рассказывал раньше Юра, на золотом жертвеннике. Жертвенники, которые два названия, собственно, имеют. Золотой жертвенник и жертвенник воскурения. На самом деле есть еще один предмет, который обязательно входит в число вот этих обязательных операций в храме. И это о нем сказано в предыдущем разделе. А в нашем разделе он вовсе не упомянул, но включим его в то же число. Потому что это создает некоторый объем обязательных действий, которые происходят в храме. И это стол предложения, о котором тоже Юра рассказывал, на которые возлагают хлебопредложения. И, честно говоря, сейчас вот в скобках скажем, что того, как он написан в предыдущей главе, в главе Трумах, сейчас я не буду ее показывать, я просто зачитаю, там написано так. И возлагаю на этот стол хлебопредложения передо мной постоянно. Не очень понятно, что имеется в виду. То есть все время нужно возлагать. Или, как нам в Галахе, в общем, указывается, что это надо возлагать только раз в неделю. И как нам традиция говорит, что этот хлеб, он не портился от недели к неделю. Ну, если он не портился, не засыхал, может быть, не надо его возлагать каждую неделю. Нет определенного указания, такого, как указание о зажигании светильника, что его должен каждый день орон зажигать. И это понятно на самом деле, потому что светильненький масло кончается, его надо добавить, надо его заново зажить. А простой хлебопредложение. Но могли бы подумать, что ничего не надо, положили один раз, и оно там лежит. Вот это то, как это представляется в нашей книге «Шмот». Действительно, с точки зрения стола, ничего не сказано в нашем разделе, в котором, собственно, рассказывается о функции Гуэнаф-Фран. И когда мы смотрим на то, о чем написано в этой книге, и написано в других так же, упомянуто в других книгах вторых, то мы увидим, что есть совершенно почти полностью параллельные отрывки, ну или, скажем, очень близкие отрывки, которые относятся… Я вот взяла отрывки, относящиеся к жертвоприношению Томи, к жертвоприношению засажения. Сейчас я его… Поделюсь, эти два отрывка, одна из нашей главы Тицавы, а второй отрывок из главы недельного раздела «Пенхаз», в котором, в принципе, приводятся все… В книге «Бабинкар» все-все перечисляются жертвоприношения в различных случаях. В частности, мы оттуда читаем праздники родные. Такие жертвоприношения приносились в конкретный праздник. И вот что у нас написано. И вот что будешь приносить на жертвенки двух ягнят однолетних на день постоянно. Одного ягненка приноси поутро, а другого ягненка приноси в сумму. И, в общем, это очень-очень похоже на то, что… Я не буду читать подробно. Очень похоже на то, что написано в книге «Бабинкар». Единственное, что в «Бабинкаре» есть еще… Похоже, что это прямо статус какая-то, потому что оно влезает в текст, который у нас был в шмот, и он говорит, «Это всесождение постоянное, какое совершено было пригореть Синайп. Приятное было глухание и возжигание Господа». То есть это то, чего не было в книге «Шмот». А помимо этого в книге «Шмот» сказано, «Это всесождение постоянное в роды ваших входов в шатер соборный перед Господом, где Богу являться вам, чтобы говорить с тобой там. И Богу открываться сыновлям Израилем на том месте, и оно светится славой моей». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что это вот приношение постоянное, оно часть функционирования храма. У нас в нашей главе и обязательные вещи, и сами кухены воспринимаются как в некотором роде часть функционирования храма, часть механизма. Этот механизм существует для того, чтобы в храме возможно было откровение. И, в частности, кухены тут просто рассматриваются как некоторые инструменты, некоторая принадлежность храма, которая представляет собой определенную структуру, и она должна работать. И в ней есть какие-то постоянные вещи – зажигать свечу, поставить стол, приносить постоянное жертвоприношение, жертвоприношение, воскурение на золотом жертву. И в этом смысле оно сильно отличается от позиций других книг, потому что в других книгах рассматривается жертвоприношение и сами кухены, как некоторые посредники между народом Израиля и Всевышнего. Например, когда в книге «Во экран» у нас описывается вот это же самое стол предложения, о котором в нашей главе ничего нет, а он только упомянут в главе Трума, там говорится, каждый день субботний, и должно раскладывать их перед Господом постоянно. О, мы теперь узнаем, что с этими хлебами надо совершать определенные действия. Они не просто, как некоторые символы, стоят там все время. У каэнов есть функция, есть собственное участие в этом механизме, которое связано как-то с их ролью посредников между народом и Всевышним. Они каждый раз участвуют в этом механизме тем, что они приносят этот хлеб, который где-то выпекли, который принесли в храм для того, чтобы принести новое приношение Господу. Это некоторое постоянное обновление, хотя оно отличается от возжигания миноры. Почему? Потому что дальше сказано, и будет это для Аарона и Суна. И они должны есть его на святом месте. Ибо эта святая святая для него есть жертв Господних постановлений вечных. То есть, когда есть общая такая идея, что когда священники съедают определенные части от жертвоприношений, они в этом смысле выступают как бы представителями Всевышнего, представителями Бога, которые через это каким-то образом участвуют в ритуальном действии приношении жертвоприношений. Или они таким образом способствуют искуплению каких-то грехов евреев, если это жертва искупительная. Или в данном случае они представляют здесь в некотором смысле Всевышнего перед народом Израиля, который принимает вот эти самые хлеба предложения. Тогда как книги Шмот, они здесь вообще не участвуют. И вообще, может быть, не нужно было бы каждый день с точки зрения книги Шмот эти хлеба укладывать. И вообще создается ощущение, что в храме из нашей главы служит, поскольку там не говорится ничего о том, как меняют эти хлебоприношения и что их едят. То, что остается, это остается жертвоприношение постоянное, которое снаружи у нас. Оно не в самом здании Схемии, не в здании храма. Оно же внешне в жертвеннике. Там его приносят курины. Не первосвященник. Не обязательно скажем первосвященник, хотя у него есть право, это я уже с точки зрения Галахии. А про минору, про священник сказано, что его первосвященник возжигает. Про воскурение сказано, что первосвященник его возжигает. И создается такое впечатление, что вообще, наверное, простым священникам нет входа в святилище, нет входа в храм. Вся их работа, она происходит, если и происходит, то во дворе. Вот это вот странная идея, которая, собственно, возникнет только при прочтении книги Шмо, но не других книг. Она здесь подкрепляется еще и странной такой вещью, когда рассказывается об одежде Ару. Он одевает восемь одежд, и на низу, на его верхней одежде, там у него есть колокольчики и такие... ремонт... гранатики. И когда он идет, это вот создает такой шумовой эффект, чтобы услышали люди, чтобы он не погиб. Не совсем понятно вообще, почему это так, но именно он, когда входит в кодыш, когда он входит в святилище, когда он входит в храм, то есть тут выделяется как бы его особое положение, что он таки, да, входит в храм, и для этого он должен одевать такую вот одежду, до которой колокольчики. И есть еще интересная вещь. Мы не будем в это сейчас углубляться, но если мы рассмотрим те материалы, из которых сделаны эти восемь одежд, то они почти все совпадают с теми материалами, из которых сделан сам шатер. А материалы, из которых сделаны одежды простых священников, они совпадают с материалами, из которых построен двор. То есть это еще больше подчеркивает нам, во-первых, то, что непонятно, заходили ли, должны ли заходить пуэны в храм с точки зрения нашей главы, и к тому же то, что они являются как бы частью механизма храма в данном случае. И такова, в каком-то смысле, точка зрения, или взгляд в книге «Всумок», когда смотрят на Коэна, это какой-то частью механизма. С другой стороны, как я уже сказала, в других книгах, как в книге «Вамидбары» книги «Ваекра», особенно Коэна исполняет функции посредников, посредников между народом и Всевышним, и между Всевышним и народом, с другой стороны. И в этой связи нет сомнений, что они заходят в сам храм, может быть, кроме только Судного дня. И это, если мы представим себе взаимоотношения храма и народа, то в книге «Шмот», по всей видимости, есть большее отдаление народа от храма, чем в других книгах. И, возможно, в книге «Шмот» в святой святых вообще нет необходимости уходить. То есть она возникает только задним числом, когда требуется искупление, когда появляется идея искупления в Судный день. И тогда приходится задним числом Коэна заходить туда. То есть есть некоторое место, откровение, из которого Всевышний говорит с народом. И это место, так же, как гора Синай, отделено сильнее от народа, чем оно отделено в других книгах. В других книгах тоже. На самом деле простой человек не может зайти в храм, а только хуэны. Тем не менее, там куэны, они являются как бы представителями народа. И нет такого тотального отделения. Тем не менее, и в нашей главе есть, тем не менее, намек на то, что не просто так там служат куэны в храме, как некоторый механизм, как некоторые работники, исполняющие абсолютную волю Всевышнего. И можно привести в пример несколько стихов, вот сказанных. «Возьми два камня Моникса и вырежь на них имена сынов Израиля. Шесть именных на одном камне, имена шести остальных на другом камне по порядку рождения их. И положи эти два камня на плечи Ифода. Это камни на память сынов Израиля». То есть не просто так. Он, как какой-то винтик механизма, может быть, даже очень важный, первосвященник. Он, как этот самый инструмент, как это самое утро храма, тем не менее, несет на себе память о сынов Израиля. То есть есть тут намек, тем самым, что он какой-то представитель народа Израиля, в том, что он делает. И так же самое. 12 камней на нагруднике первосвященника и то же самое на челе Аарона. И будет на челе Аарона и принесет Аарон вину в посвящениях, которые посвящаются в Израиле, при всех свинных деяниях и так далее. То есть при всем, при том, нет полного как бы абстрагирования от народа. Безусловно, этот храм в этой главе он выступает как некоторое место откровения. Он не просто так функционирует по строгим законам, как Бог, который Бог сказал в Маше, построить так, то и так, сади туда вот таких-то, таких-то, таких-то людей и пускай они делают то-то и то-то. Весь этот механизм, он не просто так существует, он существует для откровения. Безусловно, есть там отпечаток имен, колен народа Израиля, поскольку это разговор между Богом и народом. Ну, может быть, было понятно или не очень? А, подожди, как бы время для вопросов, так я понимаю? Да. Окей. Дамы и господа, изучаемая тема очень сложная, но, может, у вас возникли вопросы? Знаю, народ молчит. Либо все поняли, либо ничего не поняли. Одно из двух. Ну, может, или что-нибудь просто? Ну, ладно. Тема очень сложная. Я согласен. Действительно. Трудно понять, что происходило. Ну, что? Да, трудно понять, что происходило, нет? Нет. Идея такая, что разные книги описывают храм с разной точки зрения. И та же самая функция священников, они по-разному выглядят в разных книжках. Окей. Я понимаю, что у тебя как бы любимый конек, в кавычках, это как бы освещение того, что в разных местах хумаши по-разному описываются схожие события, скажем. Но в целом это как бы не добавляет, не добавляет понятия, не добавляет к тому, чтобы эти события, они становились более понятными. Потому что они еще к тому же, они еще описываются по-разному. Да? То есть ты добавляешь сложность. То есть вместо того, чтобы нам помочь, ты добавляешь еще сложность. Правильно? Такая идея. Конечно. Окей. Кто-то же должен усажнить жизнь. Я понимаю. Ну, хорошо. Меня самого, например, очень… Чем дальше я читаю, например, Раф Шерке, это такое некоторое странное ощущение, даже боюсь как бы его высказать, что вещи, которые явно посольные, явно неправильные, явно запрещенные, там, идолупоклонство, которые, очевидно, считаются грехом, грех золотого тельца. Ну, как бы очевидно, что это грех, да? А вот как бы Раф Шерке это описывает с точки зрения построения как бы некоторой модели о том, что, да, конечно, это грех, но прокол из так, можно было, заключался не конкретно в том, что делали, а грех в том, что делали неправильно. Вот, например, пример, который… Нет, это не Раф Шерке, кстати. Это совершенно стандартный комментарий. В чем ты так говоришь? Это даже не как бы по многим комментариям вообще не являлось и долупоклонство, а, так сказать, пропал Маши, они хотели честно его заменить. Да, они говорят «Зейлу Ким Исраиль». Они говорят «Зейлу Ким Исраиль». Казалось бы, это чисто долупоклонство. Но пример, который приводит… Нет, нет, но это не Раф Шерке. Это как раз… Беседа не Раф Шерке, я читал Рафа Шерке, окей, но предположим, даже это… Он, естественно, не только от себя, а он как бы основывает на некотором традиционном подходе. Вопрос, пример, который он приводит, да, на мой взгляд, он впечатляющий. Сразу после «Золотого Тельца», да, есть заповедь о Крувим. И как бы заповедь о Крувим, она очень странная. Почему? Потому что если, как бы по простому смыслу, проблема в идолупоклонстве, проблема в том, что сделали «Золотого Тельца». Первое, что ты должен сделать для того, чтобы исключить это, сказать – никакого золота, никаких тельцов, никаких истуканов, ничего. Это понятно. А вместо этого говорить, самое главное, Крувим не делай серебра, а делай золото. Вау! Ну, только что была проблема золота. Значит, проблема не в том, что как бы был золотый телец, а в том, что они это делали неправильно. Фантастика. Это как бы, к чему я это говорю? Не разбирали сейчас «Золотого Тельца», правильно? Но это как бы к тому, что происходило в храме. Да. Но в данном случае я как бы только могу сказать, что есть разные точки зрения, безусловно. Ты знаешь, наверное, что по некому… Освещение разных точек зрения. Мои монеты считают, что это просто уступка их страстям, поскольку стало понятно, что они не могут, так сказать, без этого. Ну, возьмите и сделайте так. Вообще говоря, что это как бы задним числом все было заболевано. Окей. Ну, если… Вот это замечательно. Ты раскрыла петах, ворота. Ворота для дальнейшего обсуждения. Замечательно. Мне очень нравится этот подход. Тогда для того поколения, для поклонства, для них было то же самое, что для нас интернет. Мы не можем жить без интернета. Правильно? Окей. Значит, получается, что для нас, для которых физическое место, где должны совершаться жертвоприношения, мы не воспитаны. Это не наша культура. У нас никогда этого не было. Ну, смотри, секунду. Это стандартное возражение, что тот же самый Маммонит, который это говорит, в книге своей законов, в которой Бишна Тора, он, безусловно, описывает все законы храма, так как они должны функционировать, со всеми жертвами, со всеми телами. Это одно, это глухо. Так что, понимаешь, это не все не так просто. Да-да-да, нет. Это опять, опять, и того же и Маммонида. Конечно, можно сказать, как это библейская педика, это Маммонид Алиф, это Маммонид Алиф. Это один и тот же Маммонид. Так же у нас есть храм. Это один и тот же храм. И он храм, который, мы рассмотрим, откровение, который отдален от нас, может быть, каким-то. И этот храм, в который мы приносим жертвы, в которых есть искупление. И на самом деле совершенно непонятно, как это будет в будущем, поэтому лучше, по-моему, этот же образ оставить. Я только еще, еще одно маленькое-маленькое замечание. Народ, вы можете вполне подключиться как бы к обсуждению. У нас тут не между собой еще, хотя он и длится уже очень давно. Но тем не менее. Предположим, ситуацию с нами, пересчитано на наше поколение. Вот главный лидер ушел, 40 дней не ел, не пил. Его нет. А что мы будем проверять? Связь с интернетом, вай-фай. С муше нельзя позвонить. Проверьте интернет, вызовите технику. Нет, вот в чем проблема. У них не было интернета. Душандра, они по-другому пытались исправить эту ситуацию. Окей. Так, ну это была попытка юмора. Ничего, нормально, да. Это как-то непонятно. Интернета не было, смуше. Вот и все, в этом вся проблема была. Ну хорошо, Сабаба. Спасибо огромное, народ. Участвуйте в обсуждениях. До следующей встречи. Да, тут все очень сложно, поэтому мы должны как-то стараться все вместе обсуждать, чтобы вообще говоря понять. Ну действительно, то, что ты говоришь, Наталья, только демонстрирует, что взгляд на храм и сегодня очень-очень людей разный. Мы сегодня собираемся и восходим на храмовую гору с тем, что все молимся о том, чтобы храм был восстановлен, но каждый на самом деле представляет его послойку. И это само по себе очень важный интерес. 2%. На этой позитивной ноте мы как раз и с тобой. Да, окей. Всем счастливо пока. Участвуйте в обсуждениях. Спасибо, Лех.